Если не самую популярную на кукольной сцене пушкинскую сказку о рыбаке и рыбке, в рамках фестиваля Белая Вежа продемонстрировал Тверской театр кукол. Что же могло удивить гостей театра? Потрясающие яркие декорации, характерные куклы, а также необычное художественное решение. По-настоящему бушующие волны, интерлюди с живыми актерами и, конечно, любимая сказка, что соединила в себе юмор и народную мудрость. Я здесь не первый раз еще, я уже здесь пятый раз. Так, как тебе спектакль? Понравился? Да. А ты читал уже сказку эту? Я уже эту сказку слышал. Мне понравился. Ты читал эту сказку? Да. А чем тебе понравилось? Тем, что там баба, он веселый. Ну, то, что типа дедушка вылупил золотую рыбку, а потом бабушка начала кричать. На него, чтобы он все забрал. Ты первый в кукольном театре? Да. Нет, не в первый. А еще будешь ходить? Да. В рамках театрального форума каждое утро для актеров и режиссеров начинается в зале для пресс-конференции. Здесь плеяда международных критиков подмечает недостатки спектаклей, сыгранных накануне, или же наоборот, их неповторимость и оригинальность. Сказка о рыбаке и рыбке понравилась всем метрам театрального дела. Но каждый увидел в этой истории свой сюжет. О жадности, о власти, о всепрощении и даже о любви. Мне кажется, что это замечательный спектакль, пример того, как детям можно рассказывать и показывать любовь. И в спектакле Тверского тюза мы видим, как всем известна история с понятной моралью, история о жадности, о том, как эта жадность доводит человека, в общем-то, до разбитого корыта, до крушения всех надежд и мечт. Спектакль Тверского тюза превращается в историю о прощении, историю о принятии, историю о том, как человеку важен человек рядом и что это самое главное в жизни. Потому что театр очень интересно интерпретирует образ старухи, представляет ее нам не просто как картинку плоской и злой, а это женщина, которая любила своего мужа 33 года. И неожиданно с ней происходит перемена, после чего в финале мы вновь наблюдаем картину, воссоединение главных героев. То есть эта женщина остается не у разбитого корыта, а все-таки ее прощают и все оказывается хорошо, и этот спектакль прекрасен. Актеры-кукловоды Тверского театра кукол своим выступлением и критикой остались довольны. А как говорится, сделай дело, гуляй смело. Можно и город посмотреть, и местную кухню испробовать. Роль, я скажу, необычная. Когда начинался процесс работы над этим спектаклем, нас режиссер поставил в очень нелегкие условия. Хотя, на первый взгляд, что там особенного, вот эта история о рыбаке и рыбке, о его жене, старухе у разбитого корыта. Но режиссер наметила, что спектакль про любовь. И как здесь уже говорили, и это зритель это понял, слава богу, критики поняли. Вот. О любви, о всепрощении. Ну, роль, конечно, для меня сложная. Во-первых, я люблю работать с верховой тростевой куклой. Вот. А здесь приходится показывать свое лицо, тоже, и работая вот с такой маленькой, вроде бы, куколкой. По мне так это про любовь. Ну, каждый видит свое, это все прекрасно. Что нету щетка, там, какой-то конвы. Довольны критикой, то, что ты пишешь? Да. Так вчера все приходили и говорили, что спасибо, мы ходим по театру, размонтируемся, убираем репозиции. Спасибо, спасибо, прекрасный спектакль. Ой, как приятно. Я бы остался у вас жить. Вы впервые разбросьте? Да, я вообще в Белоруссии первый раз. Были только обалденные впечатления. Я был только проездом, когда мы еще студенчество, ездили в Польшу на фестиваль какой-то. Ну, это было в автобусе, я ничего не увидел. А я остался бы у вас. У вас прекрасный город, прекрасные люди. Кухня обалденная. Я вчера зашел в Казу специально ради борща. Впереди еще три фестивальных дня. Море красок, впечатлений театральных изысков. Торжественная церемония закрытия Белой Вежи пройдет в субботу. И о ней мы расскажем в нашей программе «Итоги недели». Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.